Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону – 333-58-47. Максимальная сумма гранта Сегодня мир не стоит на месте. Чтобы успевать, за ним важно подмечать каждую деталь. Причем как в прямом, так и переносном смыслах. Не все люди имеют хорошее зрение. Возраст, постоянная работа за экраном компьютера и гаджеты, как необходимый атрибут, делают свое дело. Иван Белов всю жизнь носит очки. Не устает вспоминать детство и юность. Тогда сложно было найти стильный аксессуар, в котором не стыдно было бы показаться в компании. Со временем ассортимент на рынке расширялся, но и цены часто кусались. Приобрести оригинальную продукцию за приемлемую стоимость было чем-то из области фантастики. Исправить эту досадную несправедливость Иван взялся сам, посредством открытия своего дела. Так в Самаре появилась первая в мире мужская оптика. Главная цель, которую Иван перед собой поставил – это сделать качество доступнее. Свой бизнес он открыл чуть меньше полугода. Продажу бизнесмен реализует как в магазине, строго по предварительной записи, так и через интернет. Для этого заботятся еще и о контенте. В салоне покупателям проверяют зрение с помощью профессионального оборудования. Делает это врач-офтальмолог. Он же дает необходимые рекомендации, чтобы подобрать подходящие очки. Сопровождающие время ожидания проводят за чашечкой кофе или игрой в приставку в специально оборудованной зоне отдыха. Важным элементом концепции Иван считает и дизайн студии. На стенах красуются небезызвестные герои комиксов. Все рисунки – авторская работа. Уникальность данного вообще в принципе помещения – то, что оно полностью ручной работы. То есть ручной сборки. Многие мастера приезжали сюда, даже те, кто рисовал здесь граффити. Это в стиле Марвел, в стиле комиксов. Ребята – чемпионы России. Концепция вообще изначально была – это некая кофейня, барбершопа, стилистика, я имею в виду. То есть и шоурума, и самой оптики. То есть из каждого по чуть-чуть я взял все самое лучшее, все самое интересное, что считаю я. Соединить воедино все мысли и найти компромисс, продумать концепцию до мелочей Ивану помогли в Самарском бизнес-инкубаторе. Сюда Иван пришел с желанием открыть свое дело, а вышел с готовым, профессионально составленным бизнес-планом, который помог привлечь ей дополнительные инвестиции. Про бизнес-инкубатор я узнал из социальных сетей. Когда настал вопрос о закупке оборудования дорогостоящего, мне нужно было где-то взять денежные средства. То есть я узнал про поддержку малого бизнеса, который проводит бизнес-инкубатор, и в принципе обратился туда. Встретили классно, действительно помогли тем, что полностью от А до Я помогли составить бизнес-план, объяснили куда идти, что делать, какие документы собирать. Благодаря них я получил этот соцконтракт. Как известно, бизнес-план является основным документом для построения бизнеса. Именно он задает вектор начинающим предпринимателям. В нем рассчитываются все существующие и необходимые для успешной реализации проекта ресурсы. Для его составления привлекают как экономистов, так и юристов. Только за один 2021 год в Самарском бизнес-инкубаторе помогли составить свыше 600 бизнес-планов. Предприниматели могут обратиться как с готовым документом за консультацией специалистов, так и с идеей своего проекта, которую здесь непременно доведут до ума и направят, помогут начать. Мы посчитали, проконсультировали по системе налогообложения, посчитали по цифрам, вентабельность выявили, посоветовали, с каким функционалом нужно реализовывать тот или иной проект. И предоставили подписанный бизнес-план, который в свою очередь является основанием для получения денег. Например, соцконтракты, сейчас активно продвигающиеся. Муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего предпринимательства действует в Самаре уже не первый год. Самарским предпринимателям оказывается образовательная, финансовая и консультационная поддержка. Сейчас она из-за эпидемиологической ситуации осуществляется в дистанционном формате. Предпринимателям отвечают по телефонам горячей линии, а также регулярно проводят семинары и тренинги в онлайн-формате. За год в Самарском бизнес-инкубаторе прошло порядка ста мероприятий. Самарский бизнес-инкубатор перевел все свои взаимоотношения, презентации и конференции в онлайн-формат. Самарская платформа развития бизнеса, которая у нас будет проходить 8-9 декабря в этом году, также будет проходить в онлайн-формате. Система онлайн-семинаров позволяет расширить аудиторию. К ним присоединяется все больше предпринимателей. Лекции проводят опытные эксперты. Слушателям предлагают более чем широкий спектр тем. Все они актуальны как для начинающих бизнесменов, так и для представителей малого и среднего бизнеса со стажем. Доступ к альтернативным курсам в интернет-пространстве удовольствие не из дешевых, тогда как для слушателей Самарского бизнес-инкубатора они доступны бесплатно. В онлайне так вот получается, что перенесена львиная доля мероприятия, но при этом посещаемость активная и люди, находясь у себя в домах, застрахованы от заражения. Зритель, которому интересно, никогда ничего не теряет. А, как правило, СМСП и тот человек, который решил этим заняться, он ничего не теряет. Ну, может, конечно, потерять, там, отвлекшись. Может всегда задать вопрос. Тут же идет, вот, например, проходит семинар. Семинар идет от часу до двух, в зависимости от темы, от объема темы. А потом еще часа два происходит общение спикера по вопросам. А вопросы набрасывают разноплановые, тонкие, острые, какие-то специфические. И люди задают, и задают, и задают вопросов. И тем самым снимая свое незнание или неинформативность в этом плане. Организация предлагает представителям малого и среднего бизнеса и выгодные условия аренды. Стоимость квадратного метра офиса оценивается в 330 рублей. Здесь нужно отметить, что за эти деньги предприниматель получает уборку помещения, круглосуточную охрану, парковку и полностью оборудованный и готовый для работы офис. Не нужно дополнительно платить и за коммунальные услуги. Такая возможность идеально подходит тем, кто только начинает свое дело. Все вышеперечисленное относится к первоочередным расходам бизнесмена. А если через какое-то время представитель бизнеса поймет, что выбрал для себя неподходящую нишу, то в данном случае сможет избежать финансовых потерь. К примеру, ему не придется думать, что делать с оргтехникой, которую он уже приобрел. Кроме того, в самарском бизнес-инкубаторе существует ряд приоритетных направлений предпринимательства, к которым, к примеру, относят туристический бизнес или социальную сферу. Для них предусмотрены дополнительные льготы. Так, сумма арендной платы за первый год в этом случае составит всего 40%, что в денежном эквиваленте выйдет чуть больше 100 рублей за квадратный метр. Всего в самарском бизнес-инкубаторе 24 офиса, и больше половины на сегодняшний день уже заняты. Надо отметить, что помещения пользуются спросом. Потому что в городе, безусловно, большой выбор офисных помещений, но таких условий для начинающего бизнеса или для существующих, как мебелировка за счет бюджета городского округа, предоставления оргтехники, охраны, уборки и стоянки, и коммунальных услуг, есть не везде, если не сказать нигде. И для начинающего предпринимателя это очень полезная вещь, потому что понимаешь идею, понимаешь свои ресурсы. Антон Сытиков занимается строительными работами на рынке уже несколько лет. Раньше арендовал коммерческий офис в исторической части города. Потом знакомые посоветовали обратиться за поддержкой в бизнес-инкубатор. И вот уже второй год его офис размещается именно здесь. Обязательным условием, чтобы претендовать на офис в бизнес-инкубаторе, является срок существования бизнеса. Он не должен превышать трех лет. В первую очередь это экономия за аренду, чтобы была меньше арендная ставка. И в принципе нас тут устраивают условия, что здесь есть парковка всегда, свободное место, машину можно поставить, что есть охрана офиса бесплатная. Обратиться за поддержкой в самарский бизнес-инкубатор теперь можно и онлайн. Площадка сегодня является настоящим трамплином для начинающих предпринимателей и надежным плечом для тех, кто в бизнесе не первый год. Число людей, которые обратились и исполнили свои мечты, уже перевалило за несколько тысяч. Не откладывайте на завтра свой успех. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону 333-58-47.